Девушки отдыхают Мы даже допускаем, что специалисты в области ядерной физики скажут, что этих событий и не могло быть. Нам трудно спорить. Но люди, о которых мы вам расскажем, их отношение друг к другу, к науке, к жизни, вот это все правда. В нашей картине проходит год. Могло пройти гораздо больше. Мы выберем из этого года всего 9 дней. Почему именно эти дни, вы поймете потом сами. Во всяком случае, события начинаются далеко от нашей столицы, в маленьком городке, который весь состоит из двух-трех улиц вокруг Большого физического института. Продолжение следует... Семцов Семцов? Семцов? Кто еще? Семцов 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 Семца Семцов Семцов Илюша, подойди сюда. Там какая-то неприятность, правительственная комиссия и Покровский, так сказать, вместе с ними. Ближе. Что? Ближе. Не понимаю. Еще ближе? Да. Еще ближе. Ну, вот все. Иди. Ну, что вы там чертите? Какое это имеет смысл? Благодарю вас. Ох, доктора, доктора. Вы только подумайте, что мы с ним натворили. Мы получили полностью ионизованную плазму. Это значит открыт путь к управляемой термоядерной реакции. А вы понимаете, что такое управляемая термоядерная реакция? Я прошу вас лечь. Лечь. Хорошо. Митя, она не понимает. Я завершил дело моей жизни, Татьяна Абрамовна, а остальное по его специальности. Я реакторщик, а он термоядерщик. Между прочим, Гусев не здесь стоял, а вот тут. Это большая разница. Ну, ладно, Митя, давай прикинем, что делать дальше. Где карандаш? Теперь не время. Ну, не время. Что ты, чепуха? Самое время. Я сейчас в отличнейшей форме. Только где карандаш? Я еще раз прошу вас лечь. Лечь. Хорошо. Вот, видите, я уже сел. Вот карандаш. Нет, это не мой. А где мой карандаш? Вероятно, в вашем костюме. Принесите, Татьяна Абрамовна. Прошу вас, пожалуйста, принесите. Ну, пожалуйста, ложитесь. Хорошо, хорошо. Уверяю вас, еще никто никогда не облучался карандашом. Пожалуйста, принесите. Да, сэр, поищите там карандаш. Благодарю вас. Давай, Митя, давай поразмышляем. Ну, начнем хотя бы вот с чего. Смотри. Следи, Гусев. Следи. Этот? Этот. Благодарю вас. Вот это карандаш. Это настоящий карандаш. Это не просто хороший карандаш, а это счастливый карандаш. Этим карандашом записаны самые удачные мои мысли. А ведь удачные мысли Гусев редко приходит в голову. Эйнштейн прав. Знаешь, я, пожалуй, не насчитаю и трех дней за всю мою жизнь, когда приходило что-нибудь путное. Сюда нельзя, мы голоди. А, это ты, Маша. Представь себе, мы получили плазму. Я говорила. Я всю жизнь говорила. Я знала. Следи, Гусев. Не обращай внимания. Подумай, прежде чем делать. Ну, он ничего не слушает. Только кричит. Это дикарь. Тысячу раз я просила. Маша, не устраивай скандал. Ты видишь, я работаю. Мы поговорим дома. То есть, я хочу сказать, что мы еще успеем попрощаться. Пойдемте отсюда, Марья Тихоновна. Как попрощаться? Пойдемте отсюда. Марья Тихоновна, успокойтесь. Успокойтесь, Марья Тихоновна. Ой. Вы пройдите ко мне в кабинет. Отдохните, подляжитесь там. Ну, что там? Сенцов очень плохо. Сколько? Рентген около 800. А Гусев? Гусев много легче. А сколько? Я думаю, около 200. Ах, несчастье. Вот несчастье, как несчастье. И надо, чтобы как раз в нашем институте. Столько лет, ни одного случая. Вот на тебе. Павел Демьянович, Павел Демьянович, самолет будет ровно в 6 утра. Черт, странная смерть. Невидимо, неслышимо, ни цвета, ни запаха, ничего. И все здорово. Руки, ноги, грудь, башка вот эта вот дурацкая. Жаль. А? Гусев? Я прошу вас лечь. Да, да, да. Нет, не могу. Где Бутов? Времени у меня осталось нуль, директора нет. Ну, что ты кричишь? Здесь я, здесь я. Это я должен на тебя кричать? Нужно форсировать монтаж новой установки. Гусев все знает. Гусев ляжет в клинику. С чего вы это? Ведь он же стоял, бог знает где, у черта на куличках. Там всюду хватало. Оставьте меня, я совершенно здоров. Словом, без разрешения медиков я его к работе не допущу. А что, если назначить пока Терещенко? Или выдвинуть Васеньку? А может, ты хочешь, чтобы пришла Мария Тихоновна? Где она? Она у меня в кабинете. Митя! Я здесь. Подойди-ка сюда. Слушай, брось-ка ты все это к чертовой матери. Лови рыбу, собирай грибы, женись на красивой женщине. А то будет поздно. А где Маша? Здесь она. Позовите ее. Илья, это ты ко мне? Да. Вот какая глупость, а меня вон в Москву увозят? Я все знаю. Ты в Москве видел Лелю? Видел. Скажи, что она вот сюда не собирается? Она ничего про это не говорила. Думай о себе сейчас, пожалуйста. Ой, оставь себя здоровым. Так, до свидания. Спасибо большое за все. Помогите, пожалуйста. Кому мне не надо, ради бога. Я совершенно здоров. До свидания. До свидания. Счастливо, братцы. Мы скоро увидимся. Илья! Поддержите, поддержите его! Митька! Если для начала рассказа мы выбрали день, когда Гусев попал в клинику, то сегодня он из нее выписывается. О, слава богу, застал. Я здесь трех часов. А где же... О, у тебя тоже? А где же Митя? Вот именно, где же Митя. Ненечка, где больной Гусев? Он давно выписался. Какая прелесть. Держу порядок, болтает с ненечкой. У меня нет времени больше ждать его. Я должен быть на теоретической конференции. Передай ему привет и скажи ему, что мы, так сказать, скоро увидимся. А вы не увидитесь. Почему? Он улетает в пять утра. А, тогда пожелай ему счастливого пути. Илюшенька, ты никуда не уйдешь. Мы должны сегодня же поговорить втроем. Перескажи ему содержание своего письма и все. А ты? Послушай, мне необходимо быть на этой конференции. Стоит доклад Цительмана. Я должен задать ему всего два вопроса. Коротких, вежливых. Цительмана поднимет брови, потом побагровеет, потом побледнеет, потом все переглянутся и все. Доклада не было, Цительмана нет. Я не могу не сделать этого, согласись. Трус. Ну почему я трус? Я же летел туда, так сказать, в нелетную погоду и вез твое письмо. А ты его не отдал? Я знала, что ты его не отдашь, и ты его не отдал. Прекрасно я остаюсь. Ленечка, где там больной Гусев? Его ждут. Он ушел к профессору. Вот это у пса зовут Джек. Джек. Погладьте его. Он не кусается. Вы должны подписать, Евгений Григорьевич. Все, допуск на работу? Хорошо. Ну ладно, хватит. Джек больно-лучевой болезненький. Он получил примерно так рентген 800. Он настроен оптимистически. Это особый случай. Ему сделана подсадка селезенки и пересажим костный мозг от здоровой собаки. А эта вот контрольная. Она погибнет наверняка. Но судя по Джеку, выход все-таки есть. Для собак. Пока оперируем только собак. И то с переменным успехом. Слушайте, Гусев, вот так честно между нами сколько вы хватанули рентгенов? 200. Так записано в истории болезни. А раньше не случалось? Врете. Не могу вас схватить за руку. Зачем вам хватать меня за руку? В те далекие времена это не учитывалось. Но чувствую я, что... Вы не доверяете чувствам, Евгений Григорьевич. Слушайте, больной Гусев. Вы думаете, ваша модель эта? Вот. Евгений Григорьевич, это грубо. Сравнивать меня с собакой. Ну, лучше быть грубым сейчас. Вы знаете, Гусев, вы можете еще очень долго жить и работать только при одном условии. Никакого риска и никаких этих самых нейтронов. Знаете, чтобы облучиться нейтронами, их надо прежде всего иметь. А у вас их нет? У нас термоядер синими даже не пахнет. Ну, не дурите вы мне голову. Реакции от них не получаются. Ну, это когда-нибудь получится? О, когда получится, об этом узнает весь мир. И вы в первую очередь. Ух, святые глаза. Ну, ладно. Да, а как же вы ко мне попали? По глупости. Это даже не моя установка. Реактор профессора Семцова. И реактора от этого давно уж не существует. Так, держите. Спасибо. Только подтверждаю. Еще одно облучение и конец. И не возвращайтесь ко мне. Помочь вам ничем не смогу. Не вернусь. Все хорошо. Спасибо. Чего, Джек? Мы еще повеляем хвостиком. Вот сейчас Сетельман подводит марксистскую базу. Через несколько минут он доберется до античастицы. Сетельман приступает к античастицам. А меня там нет. Я сейчас встану, заплачу и уйду. Нет, это я заплачу, а не ты. Товарищ Куликов? Что вы тут делаете? Жду Гусева. А где у нас Гусев? Он рассказывает нянечкам, тримушкетера. Это конец. Идем, Илюш. Ну, вот и я. Здравствуй. Ох, вы вдвоем. А почему это вы вдвоем и такие мрачные? Я здесь с трех часов. Прости, я не знал. Ты знал? Ну, допустим, я знал. Вот что. У меня самолет уходит в пять утра. Раз уж мы все вместе, давайте предпримем что-нибудь такое выдающее. Есть гениальное предложение. Сейчас в эту минуту происходит теоретическая конференция. О, Боже мой. Ну, ну, ну. Цетельман делает доклад об античастицах. Мы хватаем такси, едем туда. Я гарантирую незабываемое зрелище. Нет, Илюш, никаких незабываемых зрелищ. Я элементарно хочу жрать. Товарищ. Товарищ. Товарищ, подойдите к нам. Поту минуточку, товарищ. Мы сидим уже сорок минут, товарищ. А черт знает что. Ненавижу московский ресторан. Если бы вы знали, как меня кормили в каком-то занюханном танжере. Подозви меня соль, я буду есть черный хлеб. Илья, ты не в Африке. Простите, вы мэтр? Да. Он за тем столиком гость. Видите, нервный такой. Уже прибор ест. А, между прочим, трижды лауреат, доктор академических наук, уезжает в танжер. Эта дама специально его сопровождает. Заказывать не буду, вы распорядитесь сами на троих. Обслуживать быстро, но не торопясь. Слушаю. По-моему, здесь не место для подобных объяснений. Другого места не будет, Ильюша. Ну, кругом люди. Какое это имеет значение? Сейчас все будет в порядке. А о чем вы тут шептались, да? Добрый вечер. Ну, прошу. Хотел молчить. Слушайте, ну, что вас мучает, а? Да нет ничего. Вы что, хотите мне что-то сказать? Да. Нам нужно поговорить. Ну, говорите. Я слушаю. Позвольте. Расставьте мы сами. Ну? Вот что, Митенька. Смотрите. Цительман. Ну, вот видишь, к чему это привело. Он пришел отпраздновать успех со своими кретинами. Нет, я должен испортить им настроение. Илья, Илья. Что, Илья? Ничего. Здравствуй, Гусев. Здравствуй. Ну, что, выпьем, что ли? Выпьем. За тебя. Так о чем же вы хотели говорить? Как ты живешь? Отлично. Так о чем же? Ты вспоминала обо мне? А это важно. Важно. Ну, так о чем говорить-то? Ты не ответил? Нет. Не вспоминал. А теперь вспомнил? Нет. Сижу, смотрю, чужая. Вот как? Что тебя это беспокоит? Да обидно все-таки. Чего, переживешь? Пытаюсь, конечно. А ты? Посмотри мне в глаза. Ты сейчас заплачешь? Пусти. Вы пьете это свинство. Что, твой цитальман? А, представь себе, провалился. Такая неприятная история. Я его утешал, как мог. Ты куда? По моей руки. Значит, ты ему сказала? А что я должна была ему сказать? Ну, как что? Ну, то, что мы решили с тобой, так сказать, пожениться. Когда? Когда? Я что-то не припоминаю. Ну, хватит. Меня этим не возьмешь. Я уже привык к твоим вывертам. Тебе виднее. Вы опять шепчетесь. Значит, летишь? Лечу. К своим реакторам. На этот раз никаких реакторов, только электрический разряд. Вот. Митенька, у меня есть к тебе, так сказать, деловое предложение. Да. Переходи-ка ты ко мне. Мы получаем 12 квартир. Зачем мне квартира? Жить. Нет, Ильюш, мне нужно закончить то, что начито. Что такое нужно? Не понимаю. Ну, кому это твое нужно? Человечество. Это тебя устраивает? Ага. А зачем это нужно твоему человечеству? У человечества всего хватает. Человек достиг такого, так сказать, совершенства, что может истребить все живущее на земле за 20 минут. Не юродство, Илья. Ты прекрасно знаешь, над чем я работаю. Это не имеет никакого отношения к войне. А, Митенька, друг ты мой. Это же невозможно будет удержать в пределах одной страны. Это станет известно всему миру. Ну и что? Наука создала совершеннейшую химию. Немцы сделали ядовитые газы. Появился двигатель внутреннего сгорания. Англичане сделали танки. Наконец была открыта цепная реакция. Американцы сбросили бомбу на Хиросиму. Тебя это не наводит на размышления? Ну хорошо, допусти на одну минуточку, что войны не будет. Что тогда? Людям нужна энергия. Ты понимаешь, что энергия это все? Так. Это свет, тепло, транспорт, изобилие, наконец, коммунизм. Так вот, Ильюшенька, мне очень хочется постараться отыскать эту энергию. Очень заманчиво звучит. Но я боюсь, Митенька, что человечество не успеет воспользоваться твоим благодеянием. Чепуха. Ты что же, так сказать, рассчитываешь на разум? Вот именно. Митька, неужто ты серьезно думаешь, что человек стал умнее за последние 30 тысяч лет? Да нисколько. И мозг у нас не увеличился, и извилин не стало больше. Тот, кто выдумал колесо, был гениален, как Эйнштейн. Тот, кто первым высек огонь, был талантливее открывателя квантовой механики. Боже мой, до чего они оба умные. Просто тошнит. Интересно, куда они заедут. Вспомни портрет фараона Эхнатона. Он жил 4 тысячи лет назад. Или царица Нефертити. Какие тонкие, интеллигентные, одухотворенные лица. Теперь посмотри кругом. Неандертальцы. Смотри, смотри. Туда. Туда смотри. Вот там, кажется, датчане. Это наши. Американцы. Полюбуйся на этого австралопитека. Ничего, извольте. Нет, нет, ничего, ничего. Но фараон мог уничтожить 5-10 тысяч человек. С позиции современности ерунда. Ничто. Он любит меня. Он все еще любит меня. Теперь я вижу. Митя, посмотри в мою сторону. Он не хочет. Алья посмотрит. Кроме того, никакому Чингисхану в голову не могли прийти лагеря смерти и газовые камеры. Он бы никогда не додумался о том, что можно удобрять поля пепла миллионов людей, набивать матрасы женским волосом и делать абажуры из человеческой кожи. Знаешь, Илья, смотри, я на тебя и завидую. Надо быть очень благополучным человеком, чтобы позволить себе роскошь так мрачно смотреть на мир. Видимо, хорошо у тебя дела. Чего вы переглядываете? Надо в деревне было такое обычное. Три раза прошелся с девкой, женись. Смотри, как бы тебя тут не окрутили. Видишь, ты шутишь как-то нелепо. Пойдем отсюда. Нет, я буду есть. Тоже ведь, брат, человечество шествует. Да уж. Ацидофилин и кефир регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта. Вот, пожалуйста. Ну, ладно, давай прощаться. Давай. Мне пора на аэродром. Нам нужно поговорить. А разве не поговорили? Нет. По-моему, сказано больше, чем требуется. Все-таки нужно. Сейчас не время, не место. Холодно. Ну, пойдем на переговорную. Ходили когда-то. Помнишь? Илюшенко, подожди нас. Хорошо. Насколько я понимаю, тебе нужен был весь этот разговор, чтобы очистить совесть. Ну, что ж, считай, что твоя совесть чиста. А твоя совесть чиста? Он хороший физик. Будет выдающимся теоретиком. Отличный человек. Честный, покладистый. Добрый, очень добрый. А ты, Митенька, ведь у нас есть что вспомнить. А я бы все равно на тебе не женился. Почему же это? Ну, так. Не женился и все. Не почему. Ты говоришь так, чтобы больнее меня обидеть? Да, за что мне тебя обижать? Тогда почему? Все, хватит. Пойдем. Нет, ты сядь, я хочу знать. Поверь, что ты тут ни при чем. Честный слой. Пройдите 13-е пробежки. Достаточно. Нет, недостаточно. Ну, ладно. Когда мы с тобой познакомились? В 54-м году ты руководил нашей практикой. Да, да. Так вот, лет за семь до этого был такой случай. Надо было установить критическую массу жидкого урана. В те времена все делали голыми руками, на чистом энтузиазме. Ну, энтузиазма у меня было больше, чем достаточно. Вот что касается ума... Митя. Я даже не знаю, сколько я тогда схватил. Я был здоров, как бык. Значит, уже второй раз? Об этом никто не знает и не должен знать. Коршуна вызывает Одесса. Пройдите в 17-ю кабину. Товарищи Генесян вас вызывает Баку. Пройдите в 9-ю кабину. Гусев. Ну, я Гусев. Признайся, что ты все это сейчас придумал. Ага, я все это сейчас придумал. Как все это глупо. Что ты меня отпеваешь? На этот раз обошлось. Сотни случайных рентген и все. Значит, надо постараться их не схватить. С твоим характером. Сенцов свое дело сделал. Я должен сделать свое. Мне нужен год. А дальше? я не хочу думать. Нелепость. Слушай, Гусев, тебе будет легче, если этот год я буду рядом с тобой? Нет. Это излишняя роскошь. Тебе же нужна какая-то женщина. А я лучше других во всяком случае для тебя. Давай считать, что я высоко оценил твой душевный порыв. Он уже без четверти два. С меня хватит. однако ты хам. Товарищ, я хочу спать. А мы обо всем договорились. Я выхожу за него замуж и лечу вместе с ним. Ты что, шутишь? шутишь? Субтитры создавал DimaTorzok Ужасно глупое ощущение сидеть невестой на собственной свадьбе. Видишь, я на тебя еще и не женился. Так что ты имеешь полную возможность все переиграть сначала. Да? Да. Ну, хорошо. Друзья! Мы вовсе не женимся и не собирались жениться. Мы вас разыграли. А стоимость тюжины будет? Будет удержана. Будет удержанный зарплата. Не смешно. Не смешно. Не смешно. Не смешно. Скажите, а чем занимается Гусев? Объединение управляемых реакций синтеза и распада. Понимаю. Нет, вы, пожалуй, не понимаете. Вы представляете себе, что такое водородная бомба? Представляю. Ну, так Гусев хочет взять эту энергию в руки и заставить ее работать. Бомбу? Не совсем. Есть такой дейтерий, слыхали? Слыхала, конечно. Ну, и что это такое? Ну, как бы вам это объяснить? Ну, грубо говоря, это тяжелая вода. Она содержится в любой жидкости. Да? Вот в этом бокале нарзана около 30 миллиграмм дейтерия. Нет, нет, можете пить. Это не ядовитно. Товарищи, я прошу тишины. Тише, товарищи. Тише, товарищи. Тише, товарищи. Эта свадьба является выдающимся событием для нашего Дома ученых и для всего нашего города, которого пока еще нет на карте. Гориста. Гориста. Но я, товарищ, хочу сейчас выпить не за Митю лично и даже не за его успех. Я хочу выпить за ту гениальную деталь, которую он ввел в свою установку. Но, к сожалению, ограниченное время тоста не позволяет мне подробно изложить конструкцию этой детали. Но я все-таки постараюсь схватить самую суть. Не надо. Хватать суть. Особенно выпивши. Ну, хорошо. Тогда я позволю себе остановиться на том эффекте. Не надо. Не надо останавливаться на эффекте. Ну, хорошо. Тогда, может быть, вы что-нибудь сами скажете за меня? Скажу. За здоровье жениха и невесты. Ну, что ж, по-моему, это очень оригинальный тест. В том количестве жидкости, которое поглощено на этой свадьбе, не менее 15 грамм дейтерия. Этого достаточно, чтобы отоплять, освещать и снабжать электроэнергией весь наш городок вместе с институтом недели две. Вином и нарзаном. Обыкновенной водой. Колодезной, речной, морской, какой угодно. Боже мой, как это просто. Совсем просто. Митя. Митя, можешь меня вытянуть милочекой из-за стола? Ну, ты с ума сошла. Ну, мне нужно. Терпи. Ну, я незаметна. Терпи. Дорогие друзья, товарищи, я позволю себе еще на несколько минут задержать ваше внимание. Вот перед нами сидит наш типичный молодой ученый. Простой советский человек. Со своей простой советской невестой. Именно. А, между прочим, проблема, над которой работает наш дорогой Дмитрий Алексеевич, это не только гигантские энергетические перспективы. Это, пожалуйста, не волнуйтесь, ешьте ваш винегрет, я ничего такого не скажу. Эта проблема выходит далеко за рамки чисто промышленных или экономических... Слушайте, ешьте ваш винегрет. То, над чем работает Дмитрий Алексеевич, приближает нас к осуществлению вековой мечты человечества. Вот видите, как все хорошо, вы волновались. И, может быть, еще наш современник вырвется за пределы Солнечной системы и устремится в глубины галактики. Простите, пожалуйста, а зачем ему вырваться за пределы Солнечной системы, и что он там потерял в этих глубинах галактиках? Шутить изволите, да? Нисколько. Я восхищен подвигом наших космонавтов. Сам совсем еще недавно с удовольствием слетал бы на Венеру. Но галактика... Ты что, не понимаешь, зачем человеку нужно вырваться за пределы Солнечной системы? Не понимаю. Не понимаешь? Я не понимаю. По-моему, это просто узость мышления, я и пить не буду. Вот это правильно. Это не узость мышления, Валерий Иванович. Это трезвость мышления. Ах, Николай Иванович. А я поддерживаю Валерия Ивановича. Ну что там, какая-то Венера. Именно галактика. Размеры нашей галактики сто тысяч световых лет. Скажите, Валерий Иванович, как глубоко вы предполагаете туда собраться? Ну, для начала, скажем, на пятьсот световых лет. Совсем немного, да? Краешек, так сказать. Вот именно. С какой скоростью? Ну, разумеется, близкой к скорости света. Вес корабля? Сто тысяч тонн. Голючее? Самое современное. Сейчас мы подсчитаем. Будьте любезны, дайте мне салфеточку. Пожалуйста. Так, сейчас мы подсчитаем, сколько вам понадобится горючего. О, ты очень удачно подбросил им топливо, да? По-моему, там уже все полыхает. Это надолго. Мы за Галактику. И чем дальше, тем лучше. Так. Хорошо. Ну, что так не рассматриваешь? Собственность, собственность. Ничего? Бывает лучше. А ничего, что мы шли за столами? Ну, они спорят о Галактике. Что? Ну, что, мой дорогой, что ты? Ну, все в порядке, да? Спасибо. Валерий Иванович, если не будут летать тысячу лет, из какого расчета вы будете платить им суточные, а? Да, ладно, перестань. Ну, послушай, ну, он же посылает их на пятьсот светловых лет. Ну, пускай посылает. Нет, ну, видишь-то, если разогнать их до скорости свет. Ну, да, но тогда они превратятся в элементарные частицы. Валерий Иванович! Ну, погоди. Валерий Иванович, больше вопросов нет. Валерий Иванович! Ну, ты как, Николай Иванович, вы закончили свои подсчеты? Да, пожалуйста. Вот и звольте. При весе космического корабля в сто тысяч тонн, при скорости близкой к скорости света, для облета части галактики в разумный для человеческой жизни срок, вам потребуется десять двадцать второй степени тонн самого современного экстрагорючего. Справка, наша планета весит несколько меньше. Счастливого пути. Дорогой Николай Иванович, когда Циолковский проектировал свою ракету, то в ресторане Яр сидели ученые-скептики вроде вас и на салфеточках доказывали, что он сумасшедший. Однако летаем уже. Летаем, но не в галактику. Пока. В этот день не случилось решительно ничего. Мы выбрали его только потому, что он как две капли воды походил на множество других дней. Надо встать и приготовить ему завтрак. Каждый день завтрак, каждый день завтрак. Ой, как хочется спать. Зачем только люди едят? Нет, я просто плохая жена. Надо каждое утро говорить себе семь раз. Я плохая жена, я плохая жена, я плохая жена. Я плохая жена. Мить, ты не спишь? Спит. Встаю. Что же ему приготовить? Яичницу он терпеть не может. Нет, сосиски я забыла купить. Я плохая жена. Встаю. Почему все бывает так хорошо, когда люди просто любят друг друга? Куда все деваются, когда они становятся мужем и женой? Да чего вас-то чертили эти пемизоны? Вероятно, я плохой физик. Плохой физик и плохая жена. Да. А что хорошо? Все остальное, по-моему, ничего себе. Митя, вставай, пора. Угу. Ну, опять будешь сердиться. Ну, Митя. Я уже проснулся. Ну, это не правда, ты же спишь. Не сплю, не сплю. Ну, ладно. Все остальное прошу. Митя. Митя, тебе, наверное, очень надоела яичница. А хочешь, я завтра приготовлю что-нибудь другое. Ну, давай греченную кашу. Греченную кашу я не умею. Черт, это чепуха. Это не чепуха, я просто никогда не готовила. Нет, это я совсем по другому поводу. Твой ли я мудрец? Был мой. Да, теперь чей. Ничей. А почему мудрец? Человечество глупеет день ото дня. Митя, ты знаешь, по-моему, мы с тобой глупеем день ото дня. Мы никуда не ходим, никого не видим, прям Валерий Иванович, ничего, ничего. О, все, одевай в пальто, поехали. Я не одета. То есть, почему ты не одета? Ну, я не успела. Почему я успел? Ну, Митя, ну, это уже свинство. Я грела воду для твоей машины, я жарила яичницу. Да, можно подумать, что я один езжу на машине. Ну, пока ты заведешь машину, я оденусь. Ну, пожалуйста, поторопись. Между прочим, нормальные люди ходят пешком. Да? Да, да. Интереснее сообщение. Господи, чего это бабы так рвутся замуж? Что в этом хорошего? Ровно ничего. Дмитрий Алексеевич, вы не забыли, сегодня в пять спортком. Я не могу. Мое дело придумать. Дмитрий Алексеевич, завтра ученый совет. Спасибо. Мне нужно 15 минут, пожалуйста, после двух часов. Ну, это очень важно. После двух приходите. Дмитрий Алексеевич, если вы сегодня... Тише, тише, тише. Что если? Если вы сегодня в три часа не явитесь на премьер. Пожалуйста, еще. На переливание крови я вынуждена буду просить дирекцию не допускать вас к работе. Я сегодня явлюсь на переливание крови. О чем вы говорите, Николаевна? Здравствуйте. Вы же знаете, что именно война разрушила все величайшие цивилизации мира. Когда-то война не нуждалась в науке, а теперь она кормит ее, ибо стала нуждаться в ней. Что выходит, спасибо войне. Это ловко у вас получается. Зря ухмыляетесь. Здравствуйте. Что по-вашему двинуло вперед? Авиацию, ракетостроение, да вообще всю современную физику? Война. Война. Здравствуйте. Николай Иванович, о чем сплакать? Ну, Николай Иванович поет гимн в войне. Пожалуйста, не подводите под меня политическую мину, не надо. Ну, хорошо, а теперь серьезно. Можете дать мне пятерку для зарплаты? Ради бога. Юрист Колодовский перетаскал своими руками 20 тонн урановой руды. А у нас один опыт готовит 300 человек. И никто нас не ограничивает. Почему? Доброе утро. Здрасте. Ну, мы-то какое имеем отношение к войне? Мы самый мирный институт. А сейчас нельзя двигать какую-нибудь одну область. Все взаимосвязано, понятно? Вы понимаете, что мир стоит на грани катастрофы, а в Астрике на этот счет? Опять мир стоит на грани катастрофы. Значит, в шестом секторе что-то не ладится. Ну, хорошо, скажите, Николай Иванович, что, по-вашему, будет с человечеством, если взорвать весь наличный запас водородных бомб? Здрасте. Здрасте. Почему считалось? Здрасте. Здрасте. Даже блох не останется. Тогда кому нужны ваши кибернетики и радиоэлектроника? И, тем не менее, современная война стремительно движет науку вперед. В этом заключается ядовитейший парадокс нашего времени. Вы потрясающий человек. Здрасте. 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 Оставьте хронотрон в покое. Уж в этом-то я разбираюсь лучше вас. Это кто же так паяет? А я физик, а не лудильщик. Да? Положите паялик. А физик, между прочим, должен паять лучше лудильщика. Да. Что ты разложился? Через два часа включай. У меня будет все готово. Милейте! Да, иду. Гриньер устрем. Да, быстрей почида. Гороспоред git Юrium. Устану. Через два часа включай. Второй час окady. Продолжение следует... И так он приходил домой ночью, когда она уже спала. И часто они виделись только по утрам, когда она кормила его завтраком. Что же у нас происходит? Что происходит? Вероятно, ему не нужна. У меня совсем не замечают. Есть я, нет. Как глупо все это получилось. Неужели зато получится каша? Да нет. Просто холодная, пустая, избалованная, самоуверенная и недобрая баба. С вывертами. Ой. Ой, растяпа. Ой, растяпа. Еще что? И вовсе не очень умная. Тебя считают умными, потому что ты женщина. Да было бы мужчины считали просто дураком. Еще что? Хватит. Митя, вставай, пора. Пойдем. Хорошая каша. Нормальный. Митя, скажи честно. Я глупая? Что? Ну, я, я злая. Я... Леря, ну с чего ты это взяла? Почему ты не ешь? Не хочется. Надо есть. Здрасте. А откуда такой халат? Я делаю каждый день, это уже месяц. Серьезно? Очень миленький халатик. Ну, ладно, Милка. Собирайся, Пашня. Я не одета. Лёля, сегодня я не могу тебя ждать. Ну, ладно, я пойду пешком. Пожалуйста, извини, но я действительно... Нет, нет, я... Я все понимаю, ты иди. Нет, 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 я... Все-таки он вернулся. Я не буду торопиться. Лёлячка. А я боялся не застать вас обоих. Митя, это я, Илья, где ты там? Митя на работе. Здравствуй, Лёша. Извини, пожалуйста, я очень тороплюсь. Я тоже в институт. Я не буду раздеваться. Ты надолго? На три дня. Меня Митя вызвал. Митя? Что-то ему нужно. Вызвать Илью и ничего мне не сказать. Нет, это чересчур. Почему он это сделал? Зачем ему это понадобилось? Ты не рада мне? Да я рада. Я очень-очень рада. Без того тошнень. Да тут еще илья. Такой сытый, довольный. Пахнет парикмахером. Лёлечка, я тебе духи привез. Спасибо. Положи на стол. Вызвать Илью и ничего мне не сказать. Как будто я кошка. Да бросьте, Дмитрий Алексеевич. Это все чепуха. Посмотрите в отель. Дмитрий Алексеевич, это не та штука, чтобы смотреть ее в микроскоп. Явно ничего нет. Явно ничего не я. Здравствуйте, товарищ алхимик. Илья? Молодец. Прилетел. Игорь, держи. Если бы ты знал, как ты мне нужен. Я всем нужен? Нет, мне больше всех. Иди сюда. Слушай, ты должен помочь мне разобраться. Тут в одной чертовщине. Харь. Ну, дай же хоть Бог перекрестить. Здравствуйте. Васенька, включите установку ровно через три минуты. Хорошо. Где ты остановился? Пока нигде. Остановишься у нас. Зачем же? Я из гостиницы. А, да. Ну, идем. Ильюха, ты помнишь наш последний разговор в рестааре? Разумеется. Ну и что? Ты по-прежнему так же безнадежно смотришь на мир? Митенька, я уже не в том возрасте, когда... Осторожно. Убеждение меняется... Простите. В зависимости от последнего номера газеты. По имени чего же ты работаешь сам? Мне просто интересно. Это упражнение мозга. Я не могу не думать. Ну, вот она моя кастрюля. Ну, вот. Или же ты сам видишь этот вакуумный насос. Плазму впрыскивают там. Вот видишь, тут вроде все как у людей. Но упрямая собака. Прям ни одного нейтрона. Хоть наголо установись. Ну, что ж. Я, собственно, это предполагал. Да. Но как раз сегодня мы хотим попробовать одну комбинацию. Это в порядке полного бреда. Лишь, через минуту включат постановку. Ты уйди от греха. Все-таки ты гость. Вон эту дверку. Спасибо. 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 Дмитрий Алексеевич! Дмитрий Алексеевич! Что произошло? Дмитрий Алексеевич, поток! Поток нейтроны! Врет! Дмитрий Алексеевич! Я готов. Внимание! Внимание! Пять! Четыре! Три! Два! Раз! Ура! 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 Повторяем. Внимание! Пять! Ну! Я готов? Да, да. Пять! Четыре! Три! Два! Раз! Дмитрий Алексеевич! Тихо! Тихо! Повторяем! Приготовьтесь еще раз! Неужели действительно нейтроны? А как же! Можете увидеться сами! Вот! Смотрите! Нейтроны! Это еще надо попробовать на зуб! green Это правда? Похоже! Есть же 12! Посмотрите сами! Пойдите-ка с ссылоком! Пойдем! Ай, тихо. Елена Михайловна, у Дмитрия Алексеевича нейтроны! Внимание! Тихо! Ну, тихо! Вы готовы? Одну минутку. Сейчас я буду готов. Ну, что там? Я готов. Пять. Четыре. Три. Два. Раз. Видит? Раз. 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 steals. Героям! 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 Я торжествую вместе с вами. Василий, бель клоняй. Слушайте, если это окажется термоядиной реакцией, есть ли только термоядин? Это начало нового века. Термояд в наших руках. Нет, вы не понимаете, что произошло. А почему же это я не понимаю? Именильнику! Какое торжество. Сейчас, я только вымой руки. Почему ты ничего не сказал? Закрой дверь. Я высчитал, 10 до 12 ты получил около 200 рентген. Это не шутка. Почему ты ничего не сказал? Митя! Иду. Надо сказать. Подожди, Илюш. Послушай, милый. В данном случае мне уже наплевать, как ты смотришь на мир. Мне нужна твоя голова. Ты никуда не уедешь. Будешь сидеть здесь. Очень хорошо, Митенька. Только я не понимаю, почему ты ничего не сказал? Молчи, это не твое дело. А надо бы сказать. Успеется. Надо сказать вам, что современная наука, и особенно физика, это упорный кропотливый труд. За первой блеснувшей удачей следуют месяцы, а иногда и годы проверок, повторных опытов, разочарований, удачь и неудачь. Я готов. Внимание. Четыре. Три. Два. Раз. Ну и игра. Моразм. ЦСКА. Ты что делаешь в воскресенье? Клевый цивариант. Ну ты у нас ходок. Ты что, заснул? Я уже давно готов. Внимание. Четыре. Врет он все. Три. Два. Раз. Вы хоть бы приемник для приличия выключили. Воронин передает на правый край к Гусарову. Гусаров. Метровели в центр. Все то же самое. Ушел. Я готов. Внимание. Четыре. Три. Два. Раз. Интересно. Повышаем силу тока в разряде. Увеличиваем магнитное поле. Должен бы, соответственно, нарастать выход нейтронов. Он не нарастает. Он не нарастает. Митя. По-моему, я уже видел именно этот снимок. Не один раз. Какой-то болван Федоров все напутал. Что у него, интересно, в башке? Ну, парень, так сказать, влюблен. Ага. Завтра я его выгоню к чертовой матери из лаборатории, чтоб духа его тут не было. И тебе не жалко парня? О, Илья, надоела мне твоя доброта эта. А коммунизм, между прочим, должны строить именно добрые люди. Деловые. Добрые и терпимые. У добрых все растаскают из-под рук. Еще раз добрые, еще раз терпимые. Представляю я себе твой коммунизм. Ладно, довольно, пошли. Все ясно. Ты воспитан на положительных образах современной литературы. Интересно, а сам ты какой? Положительный или отрицательный? Я положительный. Вот в этом твое глубочайшее заблуждение. Прежде всего, ты идейно неустойчив. В былые времена любого твоего высказывания было... Так в былые времена я помалкал. Посмотри, еще забавно. Откроем новую частицу в текущем квартале. Ладно, бросили. Нет. Ты что, не чувствуешь все прелести? Открытие новой частицы это великое событие. Какая разница, произойдет это событие в текущем квартале или в первых числах следующих. Написал какой-то дурак, ничего интересного. Митенька, дурак. Не может быть неинтересен. Дурак это явление, так сказать, общественное. Я, Митенька, обожаю изучать дураков. Не будь их, картина мира была бы неполной. Прежде всего, дурак необыкновенно точно отражает своеобразие эпохи. Умный может оказаться и впереди эпохи, и в стороне от нее с дураком этого не случается. И, заметьте, Митя, мир дураков необыкновенно разнообразен. Дурак зарубежный, это совсем не то, что наш отечественный. Дурак от науки. Не имеет ничего общего с дураком административным. Ах, какой же у нас еще бытует великолепный дурак. Крепкий, надежный. Умный может ошибиться. Дурак не ошибается никогда это поразить. Ни одна даже самая совершенная общественная формация не может гарантировать себя от дураков. Они неистребимы. Ты золото, Илья. Значит, давай все-таки зайдем на новую установку. Зачем? Ну так, посмотрим. Ну пойдем. Сережа. Ну вот, теперь вся надежда на нее. Ты убежден, что она принципиально отличается от старой? Безусловно, прежде всего она мощнее. Пойдем. А кроме того, немножко умнее. Ильюша. А что, если это не термоядерное? Задай мне этот вопрос завтра утром. Куда они? Да вон там, танц. Пойдем? Видишь ли, Илья, если бы это был термоядер... Перестань мучиться. Пустишь новую установку, она все покажет. Зайдем на танцы. Пустишь новую установку, я иду. Когда у тебя начнут качать насосы? На новой? Да, на новой установке. Сегодня начали. И как долго они будут качать? Месяца два. Митя, я понимаю, можешь ехать. Хоть завтра. Я не сплю. Спи, я сейчас. Спи, я сейчас. Что ты ищешь? Кофе. Кофе внизу. Зачем тебе на ночь кофе? Мне надо еще немножко подумать. Может, ты вообще переселишься в институт? Поставишь там раскладушку? Это не исключено. Слушай, Митя, скажи честно, зачем я тебе нужна? Глупый вопрос. Понимаешь, мне казалось, что тебе будет легче со мной. Вероятно, я ошиблась. Мне все время кажется, что я тебе мешаю. Ты мне не мешаешь. Слушай, Гусев, давай говорить на чистоту. Я вижу, я доставляю тебе неприятности. Я требую внимания. Я насаждаюсь своими идиотскими настроениями. Ну, что же делать? Я не домашнее животное, я женщина. Я говорил, что ты пожалеешь в первый же день. Да я не жалею, я ни о чем не жалею. Если бы я хоть на минуту почувствовала, что я тебе нужна, я была бы счастлива. Ты мне нужна. Это неправда. Просто неправда. У тебя сейчас убежит кофе. Неправда. Эх ты, тонкое интеллектуальное существо. Что ты понимаешь в жизни? Тогда в Москве мне показалось, что ты меня любишь. Я тебя люблю. Ну, ладно. Сади, съешь. Я опять мешаю тебе. Митя, ты спишь? Нет. Что с тобой? Что с тобой? Случилось что-нибудь? Да. Сегодня? Месяц назад, в день, когда приехала Рея. Боже мой. Я знала. Я знала, что это случилось. Гусев. Мой бедный Гусев. Начало конца. Нет. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Не смей, не смей. Не смей. Не смей. Прости меня. Я просто пошлая дура. Митя. Ну что ты молчишь? Ну скажи. Скажи что-нибудь. Разве я молчу? Этот день он провел там, где родился. Нюрка, я тебя не узнал. А я так вас сразу признала. Что же это ты меня на вы называешь? Не знаю. Курносы, ну пойдем, я тебя познакомлю. Ну-ну-ну, иди-иди, вот, знакомься, это моя жена, Лёля. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот. Ой, об этом магазин побежал за хлебом. Так мы пока пойдем. Остались. Опять меня на вы называть. Мы же вчера вас ждали. Вы вас ожидали, а уж в этот день никак. Я вышла, не одетая, колот. Смотри, чемоданчик веду. Первым делом выпьем за мать. Вечная ей память. Дожидалась она этого дня, не успела. Тут все, как стояло при ней, ничего не позволило менять. Уж очень, Митя, ты ее обидел. Не надо, батя. Она скоро сносить будет. Тут почти всех посносили, одна наша улица осталась. Говорят, на железе стоим. Под нами железо. Че? Че, не так сказалось? Да нет, все верно. Уже отстроили новое село. Знаешь, на зиму огорье. Приехал бы через месяц, а нас и не нашел. Где мы, она нету. Ну что же, будем здоровы? Дедуля, а мне? Квашеной капустки хочешь? Да ну и... Ишь ты. А помнишь, Сашку Головина, ну, Стешки-то Меньшова? Ну так вот, схлопотали ему пять лет по пьяному делу. А Витька Ворнов, их старшой, уже в генералах. Вообще живем хорошо, всего хватает. Я тебе, батя, денег привез. Да не надо, Митенька, ничего. Спасибо, что сам приехал. Ты вот что скажи. Ты жизнью своей доволен? Доволен. Остался бы тогда. Жил бы себе, работал бы на руднике. А, Мить? Нет, батя. Каждому в жизни свое. Это верно. Вот что еще хочу у тебя спросить. Ну, спрашивай. Люди разные говорят про эту самую штуку. Ну, про атомы. Так вот, стоит ли это того, чтобы отдавать свою жизнь? Да, стоит. Может, зря все это открыли? Кому это нужно? Нет, не зря. Когда-нибудь люди скажут нам спасибо. А кроме того, мысль остановить нельзя. Даже если вдруг забыть все, что сделано, все равно те, кто будут жить после нас, пойдут той же дорогой. Ты бомбу делал? Делал. А если бы мы ее не сделали, не было бы у нас с тобой этого разговора, батя. И половина человечества тоже. Понимаю. Долго ты у меня погостишь? Нет, батя. Утром уеду. Ладно, прощай, батя. Береги себя. Ладно. Спасибо тебе. Да. Береги, �al Imara. Береги себя. Береги себя. Абб ending keep your grip. Третья дружит madame. Здравствуйте. Все то же самое, как на старой установке. Добрый вечер. Добрый вечер. Я не знаю, что мне делать. Я не могу идти домой. Я даже не знаю, что ему врать. Наука. Спокойной ночи. Проводить вас. Да нет, спасибо, не надо. Спокойной ночи. Добрый вечер. Быть может, это был самый важный день в их жизни. Вот и все. Нужно идти. В час двести девять. Неужели они и сегодня отложат опыт? Почему они тянут? Я зову и все узнаю. Узнай. Леля. Надо вызвать Илью. Пошли ему телеграмму. Нет, не нужно, не надо. Ступай. Леля. Да. А может быть, они уже провели серию? Ладно, иди. 退back. Л pel Mayo Тихо. Похожи. Попания. Попания. Тихо. Попания. Попания. Поп quem видит тебе телеграмму. Попания. Ты тихо Yay! Здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Посмотрите. Здравствуйте. У-у-у. Э, точнее. Ты когда приехал? Позавчера. Кто тебя вызвал? Я. Сколько проведено опытов? Шесть серий. Дайте фотографии. Что? Не сказали? Чуткость проявили. Пожалели что ли? Видишь ли, Митенька, получается довольно любопытный эффект. Вижу. И... И... Митя. 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 Прости. Прости. Ну, перестань. Перестань, Лёка. Слышишь? Лёля. Ну, перестань. Ну, вспомни, какой сегодня день. Помнишь? Год назад мы объяснялись на переговоры. Год прожитый. И он прошел хорошо. Я доволен. Правда? Правда. Год. Опыт закончился неудачей. Ну, что ж, это закономерно. Зато из ста возможных путей к истине один испытанный отпал. Осталось только девяносто девять. Я люблю тебя. Я так люблю тебя. Завтра я полечу в Москву. Я с тобой. Нет. Не нужно. С тем, что мне предстоит, я должен справиться в одиночку. А я? А ты будешь встречать меня в вестибюле клиники. Как тогда, помнишь? Все сначала. Да. Все сначала. И так девяносто девять раз. Поэтому, а я лично не знаю, вам сделать так Advanced Month зteri, Где-то такое. Где-то такое, а blonde гоends. Вот пришел и девятый день нашей истории. Вы оказались пророком. Я снова здесь. Вижу. Ну, что мне важно? Что я вам сказать, Дмитрий Алексеевич? Я предупреждал вас. Мы положим вас, конечно, примем меры. Я приехал не умирать. Мне нужна операция. А мы их не делаем, дорогой. Зачем же тогда у вас этот стол? Для собак. Согласен на собачьем. Я не гордый, переживу. Переживете. А если нет? Ну, на нет суда нет. Бывает, однако. Самый обыкновенный суд. Ну, как там? Нормально. Кстати, половина собак пока погибает. А я как раз из другой половины. Я не имею права делать экспериментов на человеке, понимаете? Ну, когда-нибудь же надо начинать. Начинайте с меня. Не могу. Можете. Если есть хоть малейший шанс, я согласен. Нет этого шанса! Ну, почти нет. Я должен жить. Здрасте. Это я. Познакомьтесь. Меня тоже зовут Митей. О, редчайшее совпадение. А чем же это вы больны, Митя II? А кто я? Нет. Я здоров, совершенно здоров. Здоровее не бывает, так что не беспокойтесь. А почему, собственно, я должен беспокоиться? Я же ваш донор. У меня возьмут костный мозг и пересадят вам. И вам не жалко? Чего? Ну, это за костный мозг. Видите ли? Я заинтересованное лицо в тему моей диссертации. К вам посетите. Ко мне попросите. Дробное облучение и лучевой удар одновременно это редчайший случай. Великолепно. Просто чудесно. Но вы должны тщательно, подробно, как полагается ученому, информировать. Илья? Не ждал? Не ждал. А мы вот с Лёлей взяли и прилетели. Спасибо. Ну, мы после договорим. Я пойду поговорю. Вы, пожалуйста, недолго. У нас очень важный разговор. И что, вы мне? Простите, но у меня тоже очень важный разговор. Ну, мы еще успеем наговориться и после операции. Здравствуй. В операции завтра? В 8 утра. А ты молодцом. Хорошо выглядишь. Митя, мне кажется, наконец удалось осмыслить природу этого явления. Я тоже понял. Это не термояд. Но, тем не менее, Митенька, это крупнейшее, так сказать, событие. Для астрофизики, да. Я же придумал название статьи в технику молодежи. Раскрыта тайна магнитных бурь и северных сияний. Мне думается, что ты как-то немножечко недооцениваешь всей грандиозности, что... Где Лёля? Что? Она внизу. Пожалуй, ей сегодня не надо на меня глядеть. Да, пожалуй, не надо. Чего ты испугался? Митя, институт составляет доклад. Мы предлагаем назвать это эффектом Гусева. Эффект Гусева, это неплохо. Все-таки, Илья, это не термояд. Не надо. Не многим в жизни удавалось такое. Кроме того, фамилию меня подгулял. Вольт, ампер, кюри, это же были фамилии. 500 вольт звучит, 1000 ампер звучит. 850 рентген тоже звучит. Хотя не очень весело. Тут Гусев. Ну что ж, единицу интенсивности излучения придется назвать. Гусь. Наша установка мощностью в 50 гусей. Глупо. Даже смешно. Не знаю. Мне совсем не смешно. Тебе всегда не хватало юмора. Если бы человечица состояла из гусевых. Если бы она состояла из гусевых. Тебе опять не хватает юмора. Слушай, ты только представь себе. 3 миллиарда гусевых. Черный гусевый, белый гусевый, желтый гусевый. Успокойся. Успокойся. Все хорошо. Все хорошо. Успокойся. Завтра у 8 утра. Ну как он? Что? Ну что он? Веселый. Шутит с меня, смешно. Умется. Тебе привет. Хорошо. Пойдешь домой? Нет. Будешь сидеть здесь всю ночь. zenon. Вы гусевым? Что, вам записка? Нет. Продолжение следует...